Девушки отдыхают Девушки отдыхают В сравнении с предыдущим кинопроектом Митрофанова, порнофильмом про Юлию Тимошенко и Михаила Саакашвили, очередной опуск народного избранника показался бы сущей безделицей. Вот только за ее экранизацию взялся вдруг Оскаровский номинант и обладатель Каннской ветви Роланд Джоффе, быстро перехвативший инициативу свои руки. Далить невозможно. Этим, кстати, отличаются они от русских режиссеров, с которыми всегда можно понятийно договориться. Но этот не взял ни одной актрисы, но просто я навязывал ему кое-кого. Он жестко сказал нет. Но вдруг сказал, что вот хочет, чтобы я хоть как-то появился. В итоге компанию-политику составляют реальные участницы группы Тату в роли самих себя, плюс восходящая звезда Голливуда Миша Бартон. Для роли юной американки, живущей в Москве, Миша даже выучила русский. Не знаю, не знаю. Но так и не поняла до конца, во что ввязалась. У Тату в Америке нет и половины той популярности, что здесь в России. Так что в основном про группу Тату я узнала здесь. Впрочем, прохладное знакомство было обоюдным. Я не знала, кто Кари Миша Бартон. Для меня как бы, не знаю. Не знаю. Может быть там она для сериалов популярная, как нам сказали. А здесь я не слышала ничего о ней. По добавлению к этому сюру, еще что я играю маму Миши Бартон, это уже окончательный сюр. Алика Смехова на этих съемках одна из немногих актрис, для кого русский родной язык. Еще будет Олеся Сузиловская, мама второй героини, и Александр Семчев. Россию в фильме «В поисках Тату» покажут во всей красе. Позади съемки в Ярославле, а теперь и в самом центре Москвы. Зарубежным гостям удалось найти заброшенную промзону. Вот мы такие все несчастные, у нас полный тупик, безвыходность. А у них все хорошо. Просто они, мне кажется, находясь здесь уже у нас, они поняли, что к чему, какая у нас жизнь. Поэтому, ну, мне кажется, несложно попробовать, ну, постараться хотя бы передать атмосферу такой, какая она есть на самом деле у нас. Режиссер Роланд Джоффе в России частый гость. Не успел снять на Мосфильме американский триллер «Плен», как взялся за историю российских лесбиянок. Забавно в этой истории то, как две девушки, у которых лесбийские отношения, мечтают разыскать группу «Тату». И вот, когда они обнаруживают, что «Тату» на самом деле не лесбиянки, это помогает девочкам понять, что они тоже не лесбиянки, и кто они на самом деле. В общем, нас ожидают глубоко философское кино. Что же до его главных зрителей, поклонников группы «Тату», то для них есть две новости. Хорошая в том, что саундтреком в картине послужит новый альбом дуэта, до сих пор закрытый от посторонних ушей. Плохая же в том, что с мифом о лесбийской любви девушкам придется, кажется, окончательно распрощаться. Юлия Волкова в картине хочет того или нет, предстанет на шестом месяце беременности. Впрочем, это уже не новость. Вы смотрите всё сразу на канале НТВ.